На сцене перед зрителем развернется целая история. Мужчина, который расстался с возлюбленной, рассказывает, как ему было сложно, а порой невозможно понять ее. И вот теперь, казалось бы, он должен быть безмерно счастлив. Во время монолога главный герой переосмысливает сложившуюся ситуацию и осознает, что совершил роковую ошибку. Он понимает, что до сих пор безумно любит ее, и она ему дорога. Каждая история, произнесенная со сцены, обыгрывается танцорами театра искушения. Каждый танец раскрывает характер, чувства и мысли актера. Шоу состоит из переплетения ярких музыкальных композиций и запоминающихся танцевальных номеров. А интерактивное общение с залом привносит в постановку больше жизни. Расскажите, пожалуйста, немного о постановке. Какая основная идея, в чем ее посыл до аудитории? Ну, самое главное, что мы танцуем, конечно же, для женщин. В зале, естественно, есть мужчины, потому что это шоу предназначено для всех влюбленных, для тех, кто знаком с таким чувством, как любовь. И мы в спектакле говорим о том, что не нужно спорить, ругаться, потому что это бесполезно. Потому что хоть ссорься, хоть не ссорься, все равно друг другу ничего не докажешь. Самое главное, любите друг друга и цените. Это самое главное в жизни. Романтика и позитив, любовь и драйв, энергия и юмор. Ураган эмоций обеспечен каждому в зале. И неизменная кульминация шоу, обрушивающиеся на сцену потоки воды, дополняют картину. Большинство номеров ваши танцоры исполняют под дождем. На мой взгляд, это достаточно травмоопасно. Не то, чтобы просто прыжки, а целые пируэты кто-то даже делал. Я сидела, у меня прям дух захватывал, думаю, хоть бы он не упал. Скажите, как вы рискнули вообще? Как вы разрешили своим ребятам это делать? Ну, сначала было действительно очень сложно, потому что мы не знали, что это такое. Мы же сами это все придумали, думали, как же это сделать. Сначала мы все падали, потому что работали босиком. Потом стали работать в обуви. Все равно не помогает. Падаем, потому что очень скользко. Потом мы купили специальный специфический линолин, который не скользит. Я бы не сказал, что на 100%, но уже как бы меньше травм. За 8 лет мы действительно научились держаться на ногах и даже на воде. Аналогов проекту «Искушение» нет в мире. Это российский феномен и гордость Санкт-Петербурга. Исключительно мужская команда со сцены откровенно и честно говорит о любви с помощью не только слов, но и пластики тела. Погружая в щемящие искренние истории, рассказанные языком танца без малейшей примеси пошлости. В спектакле зритель увидит универсальный микс жанров и стилей от классики до брейк-данса и акробатики. В их арсенале уже пять оригинальных шоу, выстроенных на основе глубокой драматургии и авторской хореографии. В конце каждого зрителей ждет неизменная и самая вкусная вишенка на торте – сумасшедший танец под дождем. 11 февраля в 19.00 в Муниципальном культурном центре поддаться искушению смогут и жители Рязани.